Родители родились с разницей в месяц и ушли с разницей в месяц 32 года назад 1 июля 2020 года не стал моего отца. До этого он несколько недель болел, у него была температура и когда мы повезли его делать КТ, оказалось, что у него уже 70, может 72% поражения легких. Хотя посмертно, когда ему делали тест на коронавирус, он у него был отрицательный. Но я так подозреваю, что просто он уже ушел полностью весь в пневмонии. И поэтому в заключении смерти у моего отца стоит остановка сердца. Ну, как мне сказали врачи, он просто не выдержал лечения. Я на тот момент находилась в другом городе, мне сказали, папе становится хуже, приезжай. Я села в машину, поехала. Мне оставалось километров 100 до Караганды. Мне позвонила моя сестра и начала плакать в трубку. И я все поняла. Я встала в трассе и стояла два часа в трассе. Это было очень неожиданно. Отец заболел в другом городе, его везли сюда еще из Жасказгана 12 часов в закрытом кузове автомобиля. Потому что понимали, что может быть это ковид, и его нужно закрыть и везти нормально. На следующий день после похорон папы поднялась температура у моей мамы. Она мне еще в течение похорон говорила о том, что у меня болит голова и как будто бы горит все внутри. Я говорю, мам, наверное, это стресс. Мы сразу начали принимать антибиотики противовирусные, потому что мы понимали, что если это ковид, а мы находимся в состоянии просто тотального стресса, нам это даст осложнение. При том, что у нас не очень сильный иммунитет у обеих. Ровно через неделю после папиной смерти мы поехали делать КТ с ней. КТ показало, у нее уже больше 50% поражения, у меня 16%. Я помню, нас принимали на вот эту госпитализацию, и мама уходила и сказала, говорит, я не планирую уминать, все хорошо будет. В больнице она провела две недели. И ровно через 21 день после папиной смерти ее не стало. У меня есть только один вопрос, как мне дальше жить. Говорить о том, что у меня есть какие-то претензии к врачам, нет, нет. Какие-то претензии к каким-то аптекам у меня тоже нет. Но у них просто этого не было. Лечение от ковида, ну, в принципе, это очень дорого. Помимо того, что вам нужны будут антибиотики, к антибиотикам нужны будут дополнительные препараты. Если уже лежите в больнице, это очень много гигиенических средств, те же самые пеленочки. В плане еды, особенно для тех, кто под ИВЛ лежит. Когда я вот смотрю, какие-то мне благотворительные акции на глаза попадаются, почему-то такая очень сильная заточенность на этих ИВЛ. А нужно по мелочи. И по мелочи нужно много. Смерть мамы мне далась тяжелее, наверное, потому что папа умер внезапно, резко. Просто остановило сердце. А то, что мама не станет, мне не говорили, но я понимала, что рано или поздно это случится. Потому что мне в субботу говорят, что ее переводят на аппарат ИВЛ. В понедельник мне говорят, нужна кровь. У меня очень много знакомых здесь, в Караганде, журналистов, с которыми я вместе училась, когда-то работала. И я просто через них, через ребят попросила, по всем группам дали объявление. На самом деле, огромная благодарность моим родным карагандинцам. Дали объявление в понедельник утром. За целый день его продублировали все возможные паблики, все медицинские группы, потому что мама была врачом. Она работала во второй поликлинике. И на следующий день, когда нужно было сдавать кровь, я вечером позвонила в центр крови, спросила, кто-нибудь встал. Мне нельзя было сдавать, потому что я сама только переболела. Мне сказали, 70 человек пришло и сдало вашей маме. Мой папа не курил, не пил. Мама у меня вообще, я даже не могу вспомнить, чтобы она болела. Никаких-то там простудных заболеваний. Это очень редкое явление. Она же врач, она же 30 лет работала в поликлинике. Она еще сама смеялась и шутила, что говорит, наверное, у меня иммунитет уже ко всему есть. Очень быстро разрастается кладбище. Просто очень быстро. Я не знаю, если еще в этой стране остались люди, которые не верят в то, что коронавирус есть, что от него умирают. Сходите на кладбище. Просто посмотрите. Сходите на кладбище.